Пришел Прокоп, кипит укроп, ушел Прокоп, кипит укроп, как при Прокопе кипел укроп, так и без Прокопа кипит укроп. Из-под пригорка, из-под подвы подверта, зайчик при-под-вы подвернулся. Привет, друзья! Похоже, что мы в эфире, и если вы нас хорошо видите, слышите, вот, сигнализируйте. Как обычно, в песне 21, с вами Михаил Новицкий, со своими песнями, так, Илья, Вардиев, или нет, какой-то Илья выскочил. Так, так, Илена Печук выскочила. Так, Лена, переводи. Меня так плохо видно, но Лена будет... Мария Горбач смотрит трансляцию вместе с вами. Пермь, так. Так, в ВКонтакте у нас много людей присоединилось очень. Я буду глазами туда, туда сюда. Сергей Деревянин, Андрей Кулешов, Юрий Пупков, Ирия Черна, Сергей Коровкин, Александр Резвов, Людмила Барашкова, Диана Кузнецова, Вероника Блинова, Марина Гудкина, Алексей Земляков, Игорь Фомин, Анастасия Каллинг, Владимир Бу, Иван Москвин, Сергей Шевченко, Ильдар Мулюкова, Александр Чистяков, Андрей Рожковский, Виталик Грязнов, Павел Тихонов. Добрый вечер, уважаемый Бабай. Добрый вечер. Ваш друг Макс Анисимов присоединился, Алексей Черемсин, Владимир Степнов, Сергей Добровольский, Александра Козлова. Привет, Сашка. Марина Гудкина, привет, Владимир Степанов, Игорь Фомин. Первый раз попал на 21 на 0. Всем привет. Отлично. Иван Москвин, привет от Сереги Рома. Ирина Весна, музыка, привет. Сергей Добровольский, чем развлекать будете? Значит, с места в карьер. У нас в этой программе, кто не знает, я для контактников, кто первый раз нас видит, у нас в этой программе однажды исполняется одна песня из моего репертуара. Вот все, что я понаписал, я исполняю один раз. В этой программе оно не повторяется. Это сделано для того, чтобы зафиксировать, потому что некоторые песни, в принципе, где-то исполнялись в компаниях, на концертах, но нигде, ни на каком носителе они даже не зафиксированы. Ну вот эта песня, это дайджест, который сейчас будет звучать. Она сделана не совсем... Моя песня это пародия. И сделана, как дайджест, на три песни Олега Митяева. Я подумал, что вот три события у нас вот так вот крутятся-вертятся. Во-первых, день рождения Олега Митяева было? Было? На днях. На днях. Пару дней назад. Потом, давече, в ладах ожидается его супружницы концерт. Пускай будет. Сделаем рекламу. Друзья, вот. Третье. Третье, это близится день рождения Клары, девственницы и розы, которая продавала розы в Люксембурге. И самый главный праздник, который вот-вот на носу. Сегодня у нас 21-е. 23-е будет день пенисоносителя. Пенисоносителей. И вот эти вот вещи, хотелось бы это все соединить. Соединить, соединить, соединить. Вот. И я вдруг вспомнил, что у меня есть такая песня, в которой замечательный автор, сатирик Олег Митяев, он так в пух и прах разбирается с некоторыми этими самыми праздниками, которые будут 23-го числа. Вы не подумайте, я нормально служил в армии, друзья, и все в порядке у меня с этим делом. Если это можно назвать порядком. Вот. Тарабану два года. Вот. Но праздновать мы начинали еще со школьной скамьи. Это было дело. Девочек поздравляли, а не нас. Так что все в порядке. Так что праздник все-таки пенис носителя, потому что его исправили. Диана Кузнецова передает тебе привет от семьи Кузнецова. Так. Диана, привет. Я не думал, что Диана смотрит, но ладно. Придется какие-то слова меньше употреблять. Это, в общем-то, подростки. Ты как знал. Все дети смотрят. Приятно. Все дети ждут сказку в 21. А, сказку в 21. Так вот. Я сделал песню из трех песен Олега Митяева. Игорь Фомин спрашивает, уж неужели не наточены ножи? Какой молодец. Сильно знает репертуар. Да. Череповец знает репертуар четко. Хорошо. Да. Это именно не наточены ножи. То есть вот меня как-то все время удивляло, как он четко, Олег Митяев подмечает, когда вот мужик Альфонс или халявщик, да, знакомы-то слова. Вот он приходит к даме, неважно, она его любовница или жена, или подруга. И, значит, там сидит и ждет, когда она там нарежет лучок, чесночок, пирожки испечет. И, значит, часами ночи страдает. О, какая беда, не наточены ножи. Елки. Это вот первый куплет страдает, что не наточены ножи. Второй куплет страдает, что не наточены ножи. И так всю песню страдает, что вот было бы все нормально, если бы были наточены ножи. Ну, нас как-то вот в моем детстве, в возрасте подростковом, нас учили так, что есть мужские дела. То есть ты заявился, неважно какую даме, к подруге, к жене друга, или к пожилой женщине. Да, вот у тебя есть руки, ты, если видишь неправильно работающий выключатель, возьми отвертку, сделай, пока тебе готовятся там котлеты. Или там повесь полку, или гардина, или так, что-нибудь такое. Ну, не сиди седнем, что ж ты в телевизор уставился. Халявщик-то, я так. Так. Ну, я про мой эффект тут написано завершен. Как так? Не знаю. Ладно, ты рассказывай, там ВКонтакте-то идет. Так, продолжаем ВКонтакте. Да, Фейсбук что-то тут забыковал. Наверное, кому-то что-то не понравилось в Фейсбуке. Хотя, вроде, его еще не закрывают у нас. Так. Похоже себя вижу. Итак, друзья, я извиняюсь за техническую неполадку. Мы продолжаем наш эфир. И вот еще один маленький нюанс, который меня заставил вот эти песни, эти три песни сделать в одну такую. Сатиру на сатиру. Когда-то я видел фильм в детстве, который назывался «Ижорский батальон». Вот как мне подсказала Саша Козлова, он назывался «Ижорский батальон», который нас всего не смотрит. Да, я вижу, подключение опять происходит. Хорошо. И вот в этом фильме у меня был такой момент, который очень сильно затронул в тогда еще подростковом возрасте, когда, представляете, сидят десятиклассники и пишут записки друг другу, ну, как обычно, хулиганит. И вот он ей пишет записку туда, вперед перекидывает. А поедешь завтра со мной кататься на велосипеде? И ответ такой. Поеду, если ты на заводской трубе напишешь Наташу. Понимаете, какая? И следующий кадр. Представьте, такая труба, построенная при царе Горохе. Из кирпича, там эти, как они, скобы такие, скрепы, скрепы, да, там такие торчат. Он по этим скрепам, значит, ползет на этой трубе, вверх, вверх, вверх. На боку у него банка с краской. Он достает эту краску и пишет Н, А и так дальше. Он выписывает ее, имя, прямо на трубе. Вот, потом он спускается вниз, а там внизу его ждет батя. И ему, ты-ды-ды, подзатыльник такой. Ну, это ерунда, подзатыльник, правильно? Ну, кепка слетела. Главное, что они на следующий день поехали кататься на велосипедах. Даем так романтично на велосипедах поехали. А когда вернулись с прогулки, в громкоговоритель объявили, что дружок Сталина Гитлер его предал. И началась Великая Отечественная, была мировая, которую они вели вместе. И началась Отечественная такая, новое название получила. Вот. И он ушел на эту войну, не вернулся. Но она все время, всю жизнь дальше жила. И на этой трубе было это слово, имя ее. А тут я встречаю у нашего сатирика Олега Митяева, где там герой пишет на асфальте, очевидно, с бедунищем, с добрым утром любимым. Вот это все так соединилось. Ну, вы готовы продолжать? Да, я вижу, контакт восстановился, фейсбук восстановился, контакт. Геннадий Михайлов пишет, записочки, это был наш ватсап середины 80-х. Да, это наши гаджеты были такие. Да, Петр Подольский привет пишет, Наталья Декстер присоединилась, Ирина Весномузыка пишет, я еще помню вас по выступлению в клубе Чукотка, которого сейчас нету. Спасибо. Все работает, Сергей Добровольский пишет. Ну, тогда мы... Ну, ты пой, потом мы еще... Окей, а потом почитаем, поговорим. А вы действительно что-нибудь пишите, потому что даже если сейчас не увидим, кто в интернете есть, то потом я смогу вам спокойненько ответить на вопрос, даже если сейчас его не замечу. Итак, мы вводим эту историю, в которой Олег Митяев сатирически разбирается с альфонсами и халявщиками. Вот его, так сказать, антигерой пробухал все лето, такой заросший в щетине, немытый, искусствов, что-то видел, что она уже вернулась с юга, вот, загорелая. Вопрос, почему не он ее возил на юг, почему? Вот, но это уже целый вопрос. Короче, он вспомнил, что холодно, и ему есть где зимовать. Вот он идет. Топ-топ-топ-топ-топ Топ-топ Топ-топ-топ Топ-топ-топ-топ Топ-топ. Топ-топ Входит в гости к моей соседке Для него там стол накрыт Очень хорошо А щитринка до креветки В рюмочке коньяк дрожит Вот он и пришел Здрасте! Вроде чин по чину Приняли мужчину Даже скатерть на крахмале на шурши В доме ни пылинки Рюмки, точно льдинки Ну а генесьян Не точены ножи Ням-ням-ням-ням-ням-ням Ням-ням Ням-ням-ням Буль-буль-буль-буль-буль-буль Ох, хорошо пошла! Буль-буль-буль! Буль-буль! Говорит, что разведенный Только это чепуха Ладно Все равно Министерство обороны не вернет ей жениха Вот и все кино Тот и то, что каждый в честь ее однажды На трубу на высоченную залез На трубе красиво вывел ей имя Выше крыши ее поднял, выше небес Ну а этот, хрен с приветом Так походит до весны, летом пропадет И с дырявым все пакетом по бомжам да попивным Так вот каждый год И найдет он повод Ключ в мусоропровод Дескать ли это, это маленькая жизнь Мастера зовите И замок смените Зато пусть он наточит вам ножи Вжик-вжик-вжик-вжик-вжик Вжик-вжик, это уже мастер Вжик-вжик-вжик Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль О, хорошо пошла Буль-буль Ой-ой Осень в кредиши на платье Плены будто бы в крови Значит, ему поп-о На заплеванном асфальте Он напишет о любви С добрым утром, любимая На трубе слабо Сердце так стучится Хоть петух не птица Ладно, пусть не суетится Был бы жив Ключ получит новый Живы все здоровы Может, этот раз Наточит он ножи Хоть петух не 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 петух Хар-хар-хар-хар-хар! Хар-хар! 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 Хар-хар-хар! Хар-хар-хар! Слышу ваши бурные аплодисменты! Спасибо, друзья! Спасибо, вот такой вот дайджест из трёх песен Олега Митяева, великого сатирика В общем, сатира на сатиру сегодня позвучала И надеюсь, она может кому-то пригодиться вдруг Заходите вы там спеть и друзьям На какой-нибудь вечеринке А может на какой-нибудь фестивале Захотите, ну, скажем, сделать Инсценировку песни Это вот здорово было бы Александр Чистяков пишет Если принимаешь заявки То сейчас будет очень актуально снег Но снег мы уже исполняли Да, снег уже, уже можно искать его в ютубе Если Александр, может, не знает То песня в 21 исполняется только одна песня И только один раз Одна песня, песня в одной передаче Вы, друзья, можете подписаться Или зайти посмотреть на ютубе наш канал И там есть плейлист, который так и называется Песня в 21 Там все собраны, которые мы спели уже 61 песня А песня в снег Она обязательно прозвучит Она прозвучит, мы будем 8 марта прощаться Со снегом Да, зимой И встречаться с весной По большому счету Это будет на Пушкинской 9 В 7 часов Это будет концерт Праздник Праздник Концерт Шоу Полноценный концерт Который потом перерастает Черт его, что перерастает В общем, дискотеку перерастает И там будет и подарки И цветы И фуршет Но сначала будет классический концерт С песнями о любви В полном электрическом составе Игорь Фомин пишет Сколько уже лет прошло с альбома Стебалова А песня актуальная сейчас Браво, супер Да, да, вот замечательно Олег Митяев это написал Владимир Степанов пишет Похож на Фрэнка Заппа Да Мы с ним Где-то мы с ним Братья по крови И где-то так К нам присоединились Саша Зубов Ефим Вайнер Татьяна Шашкова Алекс Лисовский Алик Лисовский сам первый присоединился Еще мы собирались Марина Троян пишет Я тоже с вами Жанна Шлозберг Наташа Чехлоевская Ирайда Артамонова Анна Никифорова Дина Федорова Владимир Филиппов Алекс Белик Сергей Васильев Владимир Питков Ну хотя бы те Кто живут в Санкт-Петербурге А кто не живет Должен приехать Потому что москвичи тоже приезжают Москвичи приезжают Американцы приезжают Американцы приезжают специально Так что не пропустите У вас еще есть шанс Алекс Лисовский пишет Хрум-хрум-хрум Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум На самом деле Импровизирует Мастер не придет Ефим Вайнер Аплодисменты Спасибо Лариса Картузова Спасибо Ну что друзья Очень приятно ощущать Что у вас Кому не ответили в эфире Ответим Да Ответим потом Пишите какую песню Вы хотите В следующей программе Песня 21 услышать Вот Ну и действительно Мы еще раз повторяю Что мы встречаемся 8 марта В Запушкинской 9 С большим Весенним концертом И с дискостями Ну что сидеть Надо сидеть И слушать Потанцевать Надо подвигаться Дмитрий Чернышов Пишет Миша Клуб Берлога На хуторе елки Очень тебя ждет Тут уже много чего поменялось Хорошо Выходите на связь Придумаем что-нибудь Клуб Берлога Придумаем Когда потеплю Елки-палки Все как положено Вот От 20 апреля Друзья 20 апреля Там же На Пушкинской 9 Будет маленький принц Это будет праздник Уже для детей Праздник для детей Ну не только для подростков Для взрослых Ну если детям Там будет хорошо Там много будет песен о любви Авторских песен В общем Хорошая История Спектакль Который нам с вами нравится Не буду больше болтать Ничего В общем подписывайтесь На нашу страничку Чего не увидели Значит у нас будет Песня 21 Чего Или уже было Смотрите в ютубе Ищите точно Песни Существует Ну что Делитесь с друзьями Обязательно Потому что Мы С вами Это альтернатива Пошлому Лгущему Фальшивому Телевидению Которая Официально Существует Да Благодаря вам Благодаря Перепостам Наши Это самое Как они называются Наши Наши связи По всему миру По всей планете По всему космосу В общем-то Держатся И давайте Беречь Нашу Планету Потому что Это самая Главная Задача Самая Самое Главное Послание Которое Могли бы Послать Правители Президенты И люди Всех Стран Друг Друг Давайте Беречь Планету У нас Другой Запасной Планеты Нет Защитим Отечество Да Планета Наше Отечество Планета Земля У нас Другой Нет Всех Обнимаем Вконтакте Попрощайся Да И Вконтакте И Вейсбук